МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где взять деньги, спорили депутаты парламента. Сегодня они принимали проект бюджета и утверждали детского уполномоченного. После гибели петрозаводского ориентировщика пришлось вносить изменения в правила. Приборы слежения обещают выдавать самым юным. Езда без правил о ночной аварии с автобусом и ночном гонщике. Новости на телеканале Ника+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Сегодня депутаты законодательного собрания в первом чтении приняли проект бюджета на 2015 год. Дискуссия была недолгая. Главным образом спорили о том, как увеличить доходную часть, то есть где взять деньги. СССРы предложили сократить расходы власти на пиар в СМИ. Единороссы сократить зарплаты депутатов. Марина Кабатюк наблюдала за прениями. В первом чтении депутаты утверждают три ключевые цифры бюджета – его доходы, расходы и дефицит. Спорить с этими основными параметрами достаточно сложно. Однако коммунисты и яблочники сразу заявили – голосовать будут против. Остальные фракции с проектом бюджета согласились. В части вопросов о том, что это бюджет стагнации, абсолютно с этим не согласен. Потому что те, кто говорят о том, что урезаны доходные части на образование, здравоохранение, национальную экономику, они совершенно не правы. Откройте таблицу, посмотрите. Те проценты, которые там обозначены в социальной политике образования и здравоохранения, они полностью говорят о том, что этот бюджет полностью развития идет. Для чего перейдергают факты и использовать обсуждение вот этого документа, тем более в первом чтении, в каких-то политических моментах. Все депутаты говорят, что правительство работает плохо. Не соглашусь. Проблем огромное количество, но никакому правительству его не решить за один, два или даже три года. Главный вопрос, который обсуждали – как увеличить доходную часть. Депутаты обратили внимание на низкие доходы от продажи земли, акцизов, снижение безвозмездных поступлений. И это при том, что в расходной части сохранены все социальные обязательства. В сочетании с растущим госдолгом перспектива, конечно, не радужная. Сразу же поступили предложения, на чем можно сэкономить. Некоторые депутаты самоотверженно предложили отказаться от пиаров СМИ и собственных зарплат. 64 миллиона запланировано для рассказа по деятельности в планах правительства Республики Карелия. Предлагаем эти средства отдать районам, чистая вода и работающая канализация – вот показатели качества жизни населения. Но отдать одновременно. Правительство отдает свои 64, и тогда мы отдаем свои 10. Я бы начал бы с себя и предложил бы вообще, если, конечно, поддержат по аналогии с Московской думой, ставить двух человек на постоянной основе. И, конечно же, депутаты сразу же тихо, спокойно это все замолчат и не проголосуют. Но предложение такое у меня есть. С последним предложением, понятно, согласились не все. Виктор Степанов сравнил его с расстрелом парламента в 93-м году. Обсуждать эти и другие поправки депутаты будут во втором чтении. В первом проект бюджета утвердили большинством голосов. Марина Кабатюк, Александр Борисов, телеканал Ника+. И на этом же заседании депутаты утвердили кандидатуру уполномоченного по правам ребенка. Им стала Оксана Старшова, которую депутатам рекомендовал глава Карелии. Профильный комитет не рекомендовал кандидатуру Старшовой к утверждению на должность уполномоченного по правам ребенка, аргументируя это тем, что у Старшовой нет опыта правозащитной деятельности. Депутат Виктор Пазерн даже пытался перенести голосование на другое заседание. Но коллеги его предложения не поддержали. Сегодня Всемирный день детей. И, наверное, в этот день было бы особенно правильно принять такое решение. Тайным голосованием Оксана Старшова набрала необходимое количество голосов. И сегодня же избранный детский омбудсмен приняла присягу. Клянусь, защищать права и законные интересы ребенка, добросовестно исполнять свои обязанности. Вы растроганы? Конечно, очень. Просто прежде всего, потому что прекрасно понимаю, какая это степень ответственности, степень доверия. И понимаю, что не оправдать их надежд не имею никакого права. Оксана Старшова закончила Петрозаводский госуниверситет по специальности учитель истории. 17 лет она проработала в 30-м лицее. Последние три года руководила Дворцом творчества детей и юношества. Теперь ей предстоит защищать права и интересы детей. Поздравляю вас с избранием. Поздравляю вас с наделением полномочиями. У нас с вами очень много большой, непростой работы. Поздравляю. Наши телезрители могли напрямую пообщаться с главой республики. Накануне на нашем телеканале в прямом эфире вышла программа с главой о главном, во время которой можно было звонить в студию, задавать вопросы губернатору. Звонков было очень много. По окончании программы Александр Худиланин еще около часа общался с теми, кто не дозвонился в прямой эфир. У нас проблема с газом. И эта проблема, она с каждым месяцем все усугубляется и усугубляется. Заправка газа осуществляется только по звонку в Горгаз по 04, по которому еще проблематично дозвониться. Глава должен отвечать за все, но это полномочия органов местного самоуправления. Когда обостряется ситуация, я безусловно вмешиваюсь. За полчаса эфира сотня звонков. Телезрители волновали в основном городские проблемы. Грязь во дворах, нечищенные дороги, судьба троллейбусного управления. Помощники главы фиксировали все звонки. На каждый будет дан ответ. После эфира Александр Худиланин еще около часа общался с теми, кому не удалось прорваться в прямой эфир. Был даже разговор на финском. Если вы пропустили эфир, не отчаивайтесь. В скором времени программа с главой о главном вновь выйдет на нашем телеканале. Следите за анонсами. Гособвинение потребовало для Сергея Кучина лишение свободы на три года. Сегодня в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение дела бывшего заместителя, руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Обвинение считает, что именно Кучин виновен в аварии, в которой погиб 21-летний пассажир «Аудику-7» Дмитрий Котовский. Родители Дмитрия согласились с предложением прокурора и отказались от компенсации морального ущерба – 165 тысяч рублей. Эти деньги Кучин добровольно перевел родителям погибшего. Все подробности в наших следующих выпусках. Пассажирский автобус ехал в Кювет недалеко от Сегежи. Рейсовый автобус направлялся из Кеми в Петрозаводск. Дорога после дождя покрылась льдом, поэтому водитель не справился с управлением. Как сообщают в ГИБДД, авария произошла сегодня в 2.30. 35-летний водитель пассажирского автобуса, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, не справился с управлением. Автобус прошел опасный поворот, после этого его занесло. Он опрокинулся. В салоне находились 18 пассажиров и два водителя. В Сегежскую больницу госпитализировали троих человек. Сообщается также, что водитель был трезв. Авария, скорее всего, произошла из-за превышения скорости. Автобус в тумане двигался со скоростью более 100 км в час, хотя максимальная скорость на этом участке 70 км в час. Правила проведения соревнований по спортивному ориентированию в России могут внести изменения, в том числе по инициативе карельских ориентировщиков. Произошло это после трагического случая, когда в мае этого года на соревнованиях в Ленинградской области заблудился и погиб петрозаводский спортсмен Ян Рязанов. На дистанцию ребенка не было даже мобильного телефона. Правилами это запрещено. Кто виновен в трагедии, неясно до сих пор. Расследование продолжается. Что изменилось в проведении соревнований в Карелии после гибели Яна? В нашем сюжете. Вот этот маленький прибор должен стать большим помощником для юных ориентировщиков, а вернее для организаторов соревнований по спортивному ориентированию. Спортсмен берет GPS-трекер с собой на дистанцию, а судьи или тренер могут на экране компьютера или смартфона отследить, где ребенок находится. Трекер позволяет определить местонахождение человека, в частности с точностью до 5 метров. Имеет кнопку СОС, то есть если невосредственно что-то происходит, человек может нажать эту кнопку, и сигнал будет отправлен на указанные адреса. И сигнал, говорят специалисты, пропасть не может. Трекеры работают по системе спутникового мониторинга ГЛОНАСС. Был бы такой GPS-трекер у 11-летнего Яна Рязанова, и соревнования в мае этого года в поселке Будагощи Ленинградской области стали бы очередными в спортивной карьере, не последними. Уже после несчастного случая спортивная школа, где занимался Ян, приняла решение закупить такие приборы. Ими будут пользоваться ориентировщики до 12 лет. Трекеры не дешевые, это около 6-7 тысяч стоит. Один, да. Для начала мы приобретаем где-то около 15 штук, чтобы те дети, которые у нас будут их применять, использовать, мы можем их бесплатно давать. Тренер с 20-летним стажем Жанна Кульбачко говорит, дети, которые сейчас приходят в ориентирование, домашние. Они лихо осваивают компьютеры и другие гаджеты, но ориентирование для них темный лес. Тренеру стало работать труднее. Дети не стали приобретать на уроках физкультуры тех знаний, которые должны быть. Знания географии очень низкие. Они не знают, что такое профиль рельефа, они это не понимают. Быть может, поэтому и частые случаи, когда на дистанции в лесу блуждают. И сами спортсмены об этом говорят. Бывало, когда я была маленькая еще. Что ты делала? Помнишь, может быть? Я старалась бежать на шум, если гремит музыка, и выходить на старт. К счастью, на соревнованиях в Карелии все поиски заплутавших спортсменов заканчивались благополучно. Их сразу отправлялись искать и всегда находили. Организаторы соревнований в Ленинградской области нарушили правила безопасности. Ребенок с дистанции не вернулся, а не убрали контрольные пункты, которые могли бы ему помочь. И отправились искать блуждавшего в лесу ребенка уже в сумерках. Есть еще претензии к организаторам. Район соревнований был выбран крайне неудачно. Не было четких ориентиров, не было четких границ ограничений территории. Недостаточно было информации у участников, как действовать в случае потери ориентирования. Это самая главная причина. Федерация спортивного ориентирования Карелии после несчастного случая даже какое-то время не проводила соревнования. Позже обратилась в Российскую Федерацию с предложением внести изменения в правила. Большинство изменений связаны с безопасностью детей. Призрачного гонщика приговорили к году и шести месяцам лишения свободы. Правда, условно, а так решил городской суд. Напомним, летом этого года петрозаводчанин прославился на всю Россию, устроив безумные гонки по ночному городу на горящем автокране. Городской суд Петрозаводска вынес переговор призрачному гонщику. 11 августа молодой петрозаводчанин, будучи в изрядном подпитии, угнал со стоянки на улице Зайцева автокран своего работодателя. И направился в сторону города. У дома номер 15А по улице Зайцева угонщик по касательной задел автомобиль скорой помощи и отправился далее в сторону центра. На набережной Варкауса в погоню за лихачем бросились сотрудники дорожной полиции. Однако останавливаться молодой человек не пожелал. Где-то на Куйбышево в Мазе замкнуло проводку, и автокран загорелся. Однако даже это молодого человека не остановило. Горящий автокран еще долго носился по улицам, преследуемый полицейскими авто. На речном вокзале призрачного гонщика удалось остановить. Вы работали? Да. Почему вы не остановились на требованиях сотрудников полиции? Я не слышал. Вы были трезвы? Почему? Скажите, пожалуйста, раскаивается в содеянном? Да. За свой неординарный поступок молодой человек получил один год и шесть месяцев лишения свободы. Поскольку призрачный гонщик раскаялся в содеянном, суд заменил наказание на условное. Сразу после рекламы программа «Домашний доктор», а новости на сегодня все. Я, Юлия Кучеренко, желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин